добрый день дорогие друзья с вами снова по добро пожаловать в обновлении 5.3 в mortal command мобайл сегодня в этом ролике мы с вами будем покупать нового алмазного персонажа шансуна из мк1 и сделаем обзор на него на его геймплей и конечно же купим с вами боевой пропуск на куанчи и в конце этого ролика я вам покажу баг которого нашел в обновлении 5.3 и посмотрим конечно же новости изменения и так далее давайте зайдем в крипту и посмотрим что нового когда вы нажимаете на магазин есть вот такой вот панель сверху ну да он удобный но думаю он мешает то есть раньше было лучше сейчас вам не полностью видно каких персонажах добавили и снаржение тоже конечно же но я ставил было бы удобно если бы они то есть поставили кнопку на которого можно будет нажать и закрыть этот панель а в крипте добавили новый epic то есть на френдшип джейд и редкую снарягу на френдшип subzero получается только половина нужно будет еще достать редкую снарягу для джейд и epic для subzero полностью чтобы собрать френдшип устраивайтесь поудобнее а мы начнем сразу после рекламы всем приятного просмотра спонсором моего канала является магазин игровой валюты дпм к шоу где вы можете приобрести все услуги для игры mortal command мобайл начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы android и ios привязка консоли покупка боевого пропуска покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы android и многое другое реальные отзывы от клиентов а если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы так что дерзай ссылка в описании с от новой добавили очень интересные донатные наборы на нового шансу на но мы будем покупать донат набор где мы можем достать сто процентов шансу на и комплект для бруталки плюс дп еще два алмазных персонажей все покупка есть ждем набор интересно какой же получился шансун ну конечно можно было бы скрипты достать но за донат первый раз а кстати я первый раз достал кристаллы дракона как видите два часа еще можно получить за продажу и я забыл о том что у меня слуга похитителя душ был 9 и с помощью этого набора мы прокачали до 10 друзья это больше радует чем сам шансу и достаем мк 1 шансу на первый раз сейчас пропустим и после посмотрим детально на пассивку и на геймплей и на слияние слава богу получаем холода сумью play она становится у меня 5 и еще один алмазный персонаж к сожалению на продажу люкан fire god но тоже хорошо что получаем кристаллы дракона и сразу же тогда покупаем с вами боевой пропуск на куанчи только будем покупать обычный они премиум плюс почему обычные почему не премиум плюс потому что я думаю нету смысла сейчас быстро открывать все уровни я думаю у нас еще времени в полно для того чтобы выполнить задание и вручную их собственным трудом открывать давайте теперь посмотрим на шансу на из мк-1 пассивное умение называется коварный алхимик шансун из мк-1 собирает кровь своего противника чтобы создавать из нее мощные эликсиры и проводить свои зловещие эксперименты при каждом выполнении завершающего комбо удары имеется вероятность провести инъекцию которая делает забор крови и помещает ее в сосуд с кровью шансун также собирает такое же количество крови во времени использование атаки при входе в бой во время проведения спецприема даван инъекциям заполняет весь сосуд до сосуд заполнен можно сварить эликсир на выбор созданный эликсир можно ввести в тело противника чтобы наложить мощный эффект который сохраняется до конца битвы желтый эликсир истощает всю силу противника за одну секунду и уменьшает его здоровье силой на 10 процентов красный эликсир оглушает противника на три секунды и замедляет его на 10 процентов зеленый эликсир увеличивает получаемый противником урон на сто процентов в течение пять секунд и на 10 процентов снижает его шанс блокировать атаки если противник убит пока активный персонаж любого эликсира он воскресает и начинает сражаться на стороне шансу на в качестве мяса при этом он не может использовать снаржение или пассивные эффекты но получает 35 процентов бонус к шансу крит удара и к шансу привести не блок атаку шансун истеляется на 15 процентов от урона который наносит его создание быть это создание и можно процент конечно же увеличивать с помощью такой вот прокачки пассивного умения давайте будем прокачивать и посмотрим в бою и конечно же нужно будет покачать его первый спецприем первый спецприем в общем накладывает привязку 2 неизлечимость 3 яд интересно конечно же думаю нужно будет покачать его level то есть его уровень и мы это сейчас быстренько сделаем и так я покачала своего шансу на до 20 уровня теперь у него есть рентген дать еще раз прочитаем желтый эликсир истощает всю силу противника красный эликсир оглушает противника и зеленый эликсир увеличивает получаемый противником урон на сто процентов в течение 5 секунд хорошо сначала посмотрим на его завершающий комбо удары и я поставил сражение сразу которые дают шкалу силы чтобы посмотреть сразу тени боя его 3 спецприема так 1 его завершающего так вот выглядит опрокидывает противника ой 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 я пропустил изменяюсь а второй выглядит вот так он скалывает эликсир своего противника а третий выглядит вот так делаем первый и сразу же привязываем нашего противника вот так вот второй спецприем выглядит вот так ребят он блок прикер можете не бояться сразу можете использовать когда противник стоит с своим блоком все это блок прикер и мы можем пробить блок нашего противника не знаю мне кажется персонаж реальный бог и у него три завершающего комбо ударов делаем 2 если хотим запомнить нашу шкалу вот вкалываем нашего противника все теперь будем использовать эликсир по порядку 1 желтый эликсир направо и нажимаем один раз по экрану все вкалываем и пока эликсир действует вот этот вот эффект мы если его убьем он будет сражаться за нас в виде мяса в виде мита так и они сказали главное сейчас не дать чтобы он сменился просто для этого можем использовать наш второй спецприем он очень мощный и все теперь 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 противник сражается за нас в виде мяса ребят так вот лукан без кожи и у него доступен два спецприема ой господи это было что-то с чем-то я пока что сам не очень понял дать еще раз посмотрим но главное не забывать поставить шансона на второй слот чтобы он вначале мог колоть своего противника выглядит очень красиво его третий спецприем очень красиво выглядит реально ребят выглядит очень красиво так хорошо делаем еще раз первый но первый нам не дает вот эту вот шкалу для этого нужно использовать и либо постоянно завершающий вот этот вот либо же свой второй так давайте еще раз с оглушением будем использовать но скорее всего то не сработает поэтому эти зеленый вниз и один раз нажимаем вот так вот и все и у него я заметил что очень длинные завершающую комбо удары очень боевый перс а вы напишите в комментариях стоит ли прокачать задонатить на этого шансу на mk1 до 10 слияния если в комментариях наберется достаточно голосом если вы скажете прокачать его до 10 я это сделаю ребят все зависит от вас теперь давайте посмотрим на его третий эликсир зеленый по моему я еще не использовал для этого просто делаем второй и сто процентов у нас уже будет заполнена наша шкала для использования эликсира все шинок отлетает отдохни пока что зеленый вниз и нажимаем один раз все зеленый есть калываем но если хотите чтобы противник не сменился просто сделайте первые корей всего мы его убьем доходит еще раз мид и забыл сказать что скорее всего я не смогу это реализовать когда вы играете за мита за мясо и и и вы будете проводить атаки завершающую бомбу удар из приема от их атак то есть шабаш шансун будет хилиться а то очные бога и есть еще одна фишка шансу на сейчас тоже покажу фишка шансу на заключается в том что когда вы сражаетесь за шансу на и хотите просто смениться когда вы меняетесь вы можете нанести вот как видите выходит щипы из-под земли и наносит тоже урон вашему противнику то есть очень даже круто я считаю стать то есть я так понимаю часто очень часто нужно меняться за этого шансу на когда вы входите в бой вы тоже наносите урон когда вы изменяетесь тоже наносите урон по вашему противнику персонаж просто мое почтение ребят очень бога бак которого я вам говорил в начале ролика сейчас я вам его тоже покажу у нас не работают смены в общем вы играете за автобой и просто хотите смениться как видите ваш персонаж просто игнорит смену и не хочет меняться то есть это нужно я думаю учитывать потому что вы можете из-за этого просто слить ваши попытки в башню и так далее или в скрипте это очень будет обидно если вы проиграете и сольете попытку или здоровье вашего персонажа из-за этой ошибки в общем в обновлении 5.3 у нас не работают то есть смены нужно это учитывать и на этом у меня все всем спасибо за просмотр желаю всем мира и добра всем до скорых встреч обязательно напишите в комментариях задонатить на этого шансу надо x или нет всем пока пока